Стены Чувашского педагогического университета выпустили не одно поколение талантливых художников. В наших программах вы не раз встречались с яркими и самобытными героями, которые делали свои первые шаги именно здесь. Сегодня вы познакомитесь с еще одной уникальной личностью. Ксения Туктарова уже с детства знала, что станет художницей. В ее доме всегда царила творческая атмосфера. Родители сами, профессиональные художники, прививали ей любовь к прекрасному. Результат – три диплома в направлении изобразительного искусства. Два из них красные. Применение своему таланту Ксения нашла в доме детского и юношеского творчества в Чебоксарах. Здесь она преподает лепку. Свободное от работы время создает тематические композиции в технике акварельной и гуашевой живописи. Ее нестандартное видение мира проявляется не только в картинах, но и в создании аксессуаров и украшений. Ксюш, мы с тобой сегодня решили нарисовать шарж. Вот если с обычным портретом в принципе все понятно, там нужно соблюдать в основном пропорции лица, какие-то правила. А вот с шаржем как обстоят дела? Чем ты руководствуешься? В шарже увеличивается то, что крупное, уменьшается то, что маленькое. Конечно, у каждого художника есть свой подход к шаржам. Многие художники-шаржисты рисуют по специальным, уже заранее заготовленным правилам шаржа. Там глаза, нос, рот, стандартные какие-то. В положении лица, наклон, головы, их, по-моему, три едят всего лишь. У нас сегодня будет чуть-чуть другой шарж, более такой художественный, наверное. Можешь вот сейчас вот на примере провести анализ лица, да, какие-то особенности выделить, ну и вот объяснить, как это вообще будет происходить? Угу. Лицо очень гармоничное. Я даже не знаю, какую часть из него выделить особо сильно, потому что действительно это тот случай, когда лицо очень правильно. Когда очень сложно рисовать шарж. Да, и портрет в целом тоже так не очень легко, потому что очень правильное лицо. Но можно выделить глаза. Они, в отличие от большинства местных жителей у нас, во-первых, они светлые, и их расположение немного дальше переносится, чем у стандарта. А у вас довольно-таки широкая переносица, и если смотреть точки от бровей до носа, у вас она как перевернутый треугольник. Серьезно. Да, и улыбка таким симпатичным полукругом, и очень выразительная ложбинка под носом. Вот. И щечки. Ну, в общем-то, с этим мы будем сегодня работать. Да, мы сегодня будем работать с носом, то есть с переносицей, с ложбинкой, с круглой улыбкой и с глазами. У тебя всегда была вот эта вот изюминка, какое-то нестандартное видение мира, которые передаются в картинах твоих, потому что я посмотрела твои работы, и там такая смысловая нагрузка, конечно, идет. Ощущение, что ты вкладываешь в каждый какой-то вопрос или даже, может быть, ответ. Вот как с этим. Недавно нашла свои работы детские, лет в 12-13, какие-то маленькие такие почеркушки. Наверное, да, еще с тех времен пошло все это. Какие-то такие работы своеобразные я рисовала. Но сейчас же есть два, наверное, варианта развития, как я рисую свои работы. Это либо после просмотра какого-то фильма я вдохновляюсь чем-то, не обязательно героями, не обязательно сюжетом, а вот чем-то, какой-то деталью фильма, и пытаюсь ее каким-то образом изобразить. Либо мне нравится какое-то словосочетание совершенно случайное. Нелепое сочетание слов, их можно нарисовать. Когда мне хочется что-то нарисовать, но я не знаю что, я либо беру книгу и выбираю пару совершенно случайных слов и пытаюсь их изобразить. Возможно, это просто маленькие эскизики, их и зарисовываю. А уже позже, когда у меня есть время, я пытаюсь их изобразить на большем формате. Иногда это просто почеркушки. То есть совершенно случайно. Я где-нибудь еду в транспорте, рисую что-нибудь совершенно случайное. И потом через день я вижу в этой каракуле что-то интересное. И начинаю ее дорабатывать. Получается готовая форма. Ксюша, многие люди очень критично относятся к своей внешности. И, наверное, они никогда бы не решились на шарш, чтобы на них его нарисовали. Но вот скажи, как не обидеть человека, создавая вот такие портреты? Как угадать? Угадать иногда бывает очень сложно, потому что мы, как люди наблюдающие, не всегда знаем, что у человека внутри, о чем он думает. Какая-то часть лица, она может казаться очень выразительной. И действительно той, которая делает человека уникальным, человек считает эту часть своим недостатком. И креотически из-за этого комплексует. Здесь либо в случае, когда человек встает очень негативно, очень негативно воспринимает то, что получилось, надо все перевести в шутку. Не такую шутку, как злая шутка, а просто поддержать человека, сказать, да ты что, это же уникальная черта твоего лица. И наоборот пытаться объяснить человеку, что это его особенность. Пусть он ей гордится. Еще хочется уточнить вот такой момент. Шарж и карикатура, чем отличаются эти два направления? Шарж, он все-таки шуточный, слегка. То есть он не направлен на то, чтобы человека обидеть. Та же разница, скорее всего, что сарказм и ирония. Сарказм, он злой, а ирония, она шуточка. Вот карикатура и шарж, это примерно то же самое. Шарж, он посмеивается, а карикатура, она высмеивает. Шарж, сатирическое или добродушно-юмористическое изображение. Обычный портрет, в котором при соблюдении внешнего сходства изменены и выделены наиболее характерные черты модели. Корни шаржа ведут во Францию. В 19 веке распространились картины и рисунки, в которых люди изображались с неестественно большими размерами головы. Несмотря на эту деталь, жанр стал набирать популярность. Великие шаржисты и карикатуристы того времени – Клод Мане, Аноры Дамье, в России, Дмитрий Мор, Борис Кустодиев, Валентин Серов. Со временем шаржи и карикатуры стали появляться в самых популярных изданиях массовой информации. Еще позже стало модным рисовать их во время проведения различных праздников, дабы развеселить гостей. По созданным шаржам и карикатурам, несложно проследить историю событий в лицах. Как правило, это были известные политики, полководцы, люди искусства. В наше время это направление получает новый виток в развитии. В арсенале художников появляется компьютерная графика. Ксюша, вот такой момент еще хотелось бы затронуть. Очень часто слышу, что все люди могут научиться рисовать. Всевозможные курсы существуют, там, я не знаю, открываются частные школы. Вот как ты относишься к тому, что, ну, правда ли может любой человек научиться рисовать? И дано ли это всем? Ну, просто не все об этом знают. Вопрос очень интересный. Сейчас даже новые стандарты образовательные этот вопрос очень сильно поднимают. Ну, по новым стандартам каждый человек может научиться любой деятельности. Совершенно любой. Все зависит от педагога. И в скорое время, мне кажется, это будет ссылаться к тому, что если человек чему-то не научился, хотя у человека, например, не очень есть данные к этому, будет виноват педагог. Сейчас будут такие правила очень скоро, но я считаю, что все-таки нет, не каждый человек может заниматься любыми делами. Художникам все-таки надо, наверное, родиться. Если у человека есть художественное восприятие, он может научиться, даже если у него особо таланта, нет к рисованию, именно вот самого таланта. Он может его развить, потому что все-таки талант – это 10% таланта, а все остальное – это трудолюбие. Но, опять же, было бы желание у человека. И хоть чуть-чуть данных все-таки к этому делу. Ты преподаешь детям, и вот насколько тебе это вообще нравится – работать с детьми, и насколько они восприимчивы к творчеству? Дети к творчеству очень восприимчивы, особенно дети. Большинство детей младших школьных возрастов или чуть-чуть дошкольного – лет 6, 7, 8. Они действительно очень любят заниматься творчеством, даже если в будущем они не будут заниматься чем-то художественным. Занятие творчеством в ранние годы очень полезно для воспитания и развития самого мозга даже. Та же самая мелкая моторика, она помогает развитию мозга. Лепка, она помогает образному мышлению, пониманию формы. Это очень пригодится человеку в жизни, даже если он не будет связывать свою жизнь с художественной деятельностью. Кстати говоря, вот в детях можно ли уже рассмотреть, кто из них будущий художник, и у кого какие вообще способности к этому есть или нет? В детях можно примерно посмотреть, кто может стать художником – вряд ли, конечно. Скорее всего, к какой области деятельности каждый ребенок склонится. Есть люди, которые вот конкретно на моей работе, на моем кружке, любят лепить, но я прекрасно вижу, что они не будут этим заниматься. Они могут быть очень хорошими механиками, у них очень точные движения, очень маленькие интересные детальки. Но пройдет год, полтора, лепки они забудут точно. Они будут заниматься чем-то другим. Но лепка, по крайней мере, очень большое влияние имеет на их будущую жизнь. Ксюша, можешь немножко открыть зная стайна и рассказать, на каком этапе сейчас находишься, что там у меня уже получилось? Сейчас у нас только форма лица с намеченными деталями. Это уже скоро перейдет в форму более подробную. Как ты считаешь, какая вот главная миссия как раз у художника в жизни, который решил сделать это делом своей жизни? Миссия художника – нести в массы свое мироощущение, скорее всего. Показать свой внутренний мир, показать человеку через свои картины, если это художник, например, живописец. И свой внутренний мир, чтобы человек, глядя на чьи-то произведения, мог почувствовать что-то иное, чем он сам. Это можно сделать не только через живопись, вообще практически через любой вид деятельности. Сейчас современное искусство, оно идет очень далеко и проявляет себя в совершенно разных областях и формах. И не каждый человек может его поддержать. Ну, хорошо, что оно развивается. В какую бы сторону оно ни развивалось, но разнообразие – это всегда лучше, чем когда все движется в одну сторону. Как практика показывает, все-таки художник, когда передает свой внутренний мир на полотно, он же может передавать не только позитивные какие-то моменты, но и негативные. И много говорится о том, что искусство может быть разрушающим. Вот как ты относишься к таким работам художников, которые не совсем вписываются, может быть, в общее представление о добре, мироустройстве? В моем понимании, таких понятий, как добро и зло, в чистом виде вообще не существует. Это слишком относительные понятия не существуют. И поэтому, если один художник нарисовал какую-то картину, и он вложил в нее какие-то свои чувства, они для него важны. То есть, если какой-то другой человек воспринимает их очень негативно, это проблема не художника, который нарисовал картины, это проблема человека. И чаще всего люди цепляются именно к тому, что в них есть самих. Поэтому, видимо, эти люди просто схожи. Но все-таки энергия, она передается от картинок. Точно передается, точно передается. В отличие от... Вот сейчас очень популярная графика компьютерная. Никак не могу и заняться. Не лежит у меня к ней душа. Я люблю материал трогать, делать что-то обычными материалами, именно материальное такое. А компьютерная графика, она бездушная в какой-то степени. Она при всей своей красоте все равно не передает, именно в моем понимании, эмоцию, какую хотела передать художник. В ней нет энергии. А по поводу вдохновения? Вот у каждого художника бывают кризисы, подъемы. И бывают затяжные кризисы, я бы сказала. Бывают, бывают. Где в таких случаях находишь вдохновение? Творческий кризис, он бывает. Он особенно часто бывает после какой-то работы, трудоемкой, долгосрочной, когда человек очень тратится на это все энергетически. И работа заканчивается, он получил конечный результат. И для него на этот момент заканчивается этап, и он не знает, что дальше делать. Пустота. Да, пустота. И вот, наверное, в этот момент надо либо расслабиться первое время, просто принять тот факт, что ты ничего не делаешь, а уже позже чуть-чуть. Можно пробовать, например, что-то новое. Помимо того, что рисую, я и шью, делаю украшения какие-то, чем угодно занимаюсь абсолютно. Поэтому, когда мне надоедает одна сфера деятельности, я занимаюсь другой. В конце концов, я еще и педагог. Вот ты сказала про украшения, которые делаешь. Тоже поразили они меня просто. Там везде глаза. Везде. Ну, практически везде. Очень много глазок, очень милых. Мне, по крайней мере, это близко. Вот что ты передаешь вот этими глазами? Может быть, это как третье око, третий глаз? Кстати, вы очень догадались правильно. Это в какой-то степени третий глаз. Там была брошка, где было очень много глаз. Это очень много третьих глаз. Да, я считаю все-таки, наверное, это наши какие-то там память предков или еще что-то. Не знаю, как это назвать. Но в Чувашске даже национальный костюм. Вы же знаете, что там вышивка, и некоторая вышивка от сглаза, к примеру. На спине часто рисовали как раз вот глаз. Вот такой был стилизованный вышивки. Но он от сглаза на спине. Вот я все-таки вкладываю в свои брошки, скорее всего, что-то подобное, что когда ты их носишь в первую очередь. Вот даже помните, может, детям, когда они совсем маленькие, увешивают что-то яркое, чтобы внимание было не на детей, а на элемент. Вот с брошками примерно то же дело. Можно ее прицепить, и в первую очередь человек будет обращать внимание на нее. То есть, если вы в это верите, то это так. Какая реакция на твои украшения? Вот я просто помню гирлянду зубов. Ой, гирлянду зубов. Разные. Иногда это было, ой, фу. Иногда, о, зубы как настоящие. Это настоящие зубы? Там даже цвет такой был специально подобранный под зубы. Разная реакция. Дело каждого. Каждый человек имеет право высказать свое мнение. Никак не критически совершенно к этому отношусь все-таки. Каждый человек имеет право выражать себя так, как хочет. Если, конечно, это не в ущерб другим людям. Но брошки – это точно не в ущерб. Один случай был у меня с одной моей любимой брошкой. Она, к счастью, потерялась. Надо повторить. Я была с этой брошкой, и какой-то там кассир ткнул в нее пальцем, спросил, ой, что это? И, как ни странно, первым делом, что случилось, когда я вышла, у меня отвалилось два глаза от брошки. Я не знаю, как это связать, но это странно было. К какому достижению ты стремишься, которое прямо станет таким, можно сказать, кульминацией? Я каких-то материальных планов себе не ставлю, конкретных из серии, что-то нарисовать или что-то создать. Я, наверное, хочу деятельность, много творческой деятельности, плодотворной деятельности, которая будет не просто тратой времени, а конкретно приносящей какие-то свои плоды, чтобы я могла вот через пару десятков лет посмотреть назад и сказать, не зря все это было не зря. Мне с тобой еще очень хочется провести так называемое быстрое интервью. Это такой короткий вопрос и короткий ответ. Назови самые свои три главных качества. Исполнительность, профессионализм и аккуратность. Я не знаю, как для художника это, хорошо это или не очень, но я ими обладаю и считаю, что это важно. И три главных качества, которые ты ценишь в людях. Наверное, все-таки живость ума, грамотно поставленную речь, как ни странно, и умение себя подать. Какие три вещи ты взяла бы с собой на необитаемый остров? Много бумаги, краску и набор юного туриста. Что лежит в твоей сумочке? Ой, в моей сумочке всегда имеется складной армейский нож с открывашкой, пилой, ножницами. Все, кстати, этому удивляются. Я его ношу каждый день, используя его как брелок для ключей. Что видно из окна твоего дома? На данный момент другой дом. И цветочки, когда весна. Это первый этаж. Люблю первый этаж. Если бы солнце было бесцветным, то в какой цвет бы ты его разукрасила? В красный. Все-таки. Кладем цвет на нашу зарисовку. Переходим к вылепливанию легкого объема. Мы сейчас не будем вдаваться в детали на этом рисунке. Делаем объем легкий. Делаем объем легкий. Очень здорово. Я тебе благодарна просто за этот уникальный опыт. И у нас еще таких программ точно не было. Я думаю, зрителям тоже понравится. И наша программа подошла к концу. Остается только попрощаться. Новых творческих успехов. Не бойтесь начинать рисовать, лепить все, что угодно. Живые примеры перед глазами. Да, бояться не надо. Да, самое главное не бояться. Свои предложения по мастер-классам и заявке на участие вы можете оставлять в группе ВКонтакте программы «Стеклянный дом» или звонить по телефону 56 54 54. Редактор субтитров А.Семкин